Здравствуйте, уважаемые пользователи платформы TeachMeTB. Мы продолжаем изучение курса КСМ в противодействии туберкулезу и сегодня мы планируем рассказать вам о навыках, необходимых для эффективной коммуникации. Мне нередко доводится слышать от участников различных тренингов по коммуникации и от студентов, будущих журналистов, вопрос с некоторой долей недоумения или претензий. Я умею говорить и говорю достаточно бойко, меня считают хорошим собеседником, какие еще навыки мне нужны. Некоторые, правда, говорят самокритично, вот только дикция немного подкачала, надо заняться. К сожалению, многие люди ошибочно полагают, что, научившись говорить, автоматически приобрели все необходимые навыки и умения для эффективной коммуникации. Это также ошибочно, как и считать, что, научившись ходить и даже бегать, ты готовый марафонец или олимпийский спринтер. Как мы уже говорили, общение и коммуникация не одно и то же. Эти два понятия не могут быть тождественными и не должны использоваться как синонимы. Общение — это неглубокое, легкое, чаще всего бытовое взаимодействие, а коммуникация — это взаимодействие профессиональное, интерактивное, с осознанными целями и предварительно подготовленными планами, сценариями или схемами. Можно сказать, что каждый из участников коммуникации — это своего рода манипулятор, который должен уметь влиять на партнеров с определенной целью. Кому-то повезло, и он родился с таким даром, но это редчайший случай. В основном коммуникационным или коммуникативным навыкам учатся или развивают те из них, которые дала природа. Мы уже упоминали о необходимости эффективных коммуникативных навыков в одной из лекций по теме адвокация и назвали их. Повторю еще раз для тех, кто не видел той лекции или не обратил внимания, но, естественно, поговорим о них подробнее. Коммуникативные навыки включают в себя умение слушать, говорить, наблюдать и сопереживать. Опять-таки порой возникает вопрос, да слышу я прекрасно, какое еще нужно умение? Слух — это еще не умение слушать, так же, как и речь, не умение говорить. Чтобы помочь вам оценить свое умение слушать и усовершенствовать его, мы подготовили текстовой файл, в котором собраны подсказки о том, что не рекомендуется делать, когда вы слушаете собеседника или партнера по коммуникации и что позволит вам стать хорошим слушателем. Это особенно важно при проведении межличностной и групповой коммуникации. Их достаточно много. От элементарных советов не перебивать говорящего, не отвлекаться на другие дела до рекомендаций, как задавать вопросы, как разговорить собеседника. Файл приложен к этой лекции. Советую с ним познакомиться и проверить свои навыки. Возможно, чего-то вы не знали. Кстати, эти советы вполне применимы и для обычного общения, ведь в современном обществе крайне важно уметь разговаривать на соответствующем уровне. Еще есть понятие активное слушание. По сути, оно включает в себя умение наблюдать и сопереживать. Навыки такого слушания особенно важны для тех, кто проводит консультации и другие мероприятия лицом к лицу, то есть для межличностной коммуникации. Но многие из этих навыков хорошо работают и при проведении групповой коммуникации, во время тренингов, групповых встреч, бесед. Например, уточняющие вопросы или навык уточнения обязательно нужно использовать и в индивидуальной консультации, и при работе с группой. Открытые вопросы, которые подталкивают получателя информации дать развернутый ответ, также уместны в различных видах коммуникации, ведь отправитель информации должен установить обратную связь со своей аудиторией. Мы собрали и эти подсказки-советы в текстовом файле, который приложен к лекции, и советуем познакомиться с ним. Язык мой. Друг мой или враг мой? Основная задача любой коммуникации – донести информацию до получателя в понятной и доступной ему форме, что прежде всего требует использования понятного и соответствующего получателю и мероприятию языка. Поэтому, когда отправитель информации готовит свое информационное сообщение, то в первую очередь он должен знать и помнить. Это будет устное сообщение или письменное. Устная речь имеет свои особенности. Например, на слух трудно воспринимаются длинные предложения. То, что на бумаге можно выделить графически, в речи вообще может потеряться. В любом языке существует то, что называют канцелярскими оборотами и штампами. Они не очень хороши в письменной речи, а уж в устной и тем более. На слух плохо воспринимаются цифры, особенно не круглые, а с десятыми или сотыми долями. Плохо воспринимаются ряды цифр. Есть и другие особенности устные письменной речи и желательно их учитывать. Обязательно нужно учитывать, на кого рассчитано сообщение, хотя бы приблизительно представлять себе уровень подготовки потенциального получателя информации. Одно дело выступление перед медицинским персоналом или буклет для него, скажем о том, как информировать о туберкулезе пациентов. И другое, аналогичное пособие для волонтеров, которые будут работать с населением. Информация, связанная с туберкулезом, которую мы планируем направить политику или влиятельному лицу, и информация, которую мы собираемся направить журналистам, должна быть разной, не по анкретным фактам, но по языку и стилю. Коммуникация в интересующей нас сфере обязательно потребует использования терминов. Обязательно проверяйте правильность написания термина и поясняйте его в соответствии с уровнем получателя информации. Как это не грустно, но я не раз встречала микробактерию туберкулеза, а не микобактерию. Причем это была не ошибка, а глубокое убеждение писавшего. Пояснение терминов необходимо, как в письменной, так и в устной речи. Принцип один. Все, что сообщается, должно быть понятным. Больное место многих сообщений – произвольное написание или использование в устных презентациях названий международных и своих родных организаций, документов, в том числе и законов, официального названия памятных дат. Особенно не везет организациям, благодаря которым появляются возможности реализации многих проектов в сфере туберкулеза. Я имею в виду глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и партнерства «Остановить туберкулез». Их называют «кому как нравится». А ведь эти организации имеют официальные сайты, упоминаются в ряде официальных международных документов. Не везет Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Его называют и международным, и глобальным. Кто-то может сказать или подумать – это мелочи. Да, это мелочи. Но из них складывается доверие к источнику информации и к самой информации. Проверить правильность написания названий организации, документов не так сложно. Главное – помнить об этом. Хотела бы немного сказать об языке, но под другим углом зрения. Последние годы много дебатируют о политически корректном языке, использовании позитивных терминов, которые демонстрируют уважение к каждому вне зависимости от его социального статуса или заболевания. Все шире признается, что язык, который используется для описания людей с физическими недостатками, болеющих некоторыми инфекционными заболеваниями или психически нездоровых, вносит вклад в их социальную изоляцию, занижает их самооценку, затрудняет понимание их проблем и унижает их человеческое достоинство. В коммуникации в нашей сфере недопустима агрессивная речь, использование обидных сравнений, поэтому тщательно продумывайте язык и образы, используемые вами для презентации вашей информации. Чтобы коммуникация была эффективной, важен еще один момент – восприятие или умение понимать другого человека или группу людей, которые участвуют в процессе коммуникации. Чтобы изменить поведение людей, сначала нужно наладить с ними контакт. А это значит, необходимо помнить, что все люди разные, и в процессе общения каждый участник пользуется своим багажом представлений, ценностей, убеждений и жизненного опыта. Разные люди воспринимают одни и те же вещи по-разному в зависимости от того, кто они и как они себя чувствуют в данный момент. Восприятие – это наше понимание того, что мы видим, слышим или чувствуем. Восприятие зависит от таких факторов, как возраст, пол, образование, социальный статус, предыдущий опыт, уровень культуры, материальное положение и многое другое. Восприятие не может быть правильным или неправильным, оно разное у всех и строго индивидуально. Понимание восприятия другого человека – это фундамент эффективного общения и хороших человеческих взаимоотношений. От нашего восприятия других людей зависит то, как мы общаемся и как мы к ним относимся. Важно не переносить свое восприятие на других и не думать, что они воспринимают и интерпретируют сказанное и увиденное так же, как вы. В сегодняшней лекции мы постарались охарактеризовать навыки, необходимые для эффективной коммуникации. Слайдовая презентация, названная как и лекция, поможет вам закрепить услышанное. Кроме того, к слайдовой презентации приложено 4 текстовых файла, цель которых – помочь вам оценить собственные коммуникативные навыки и, возможно, что-то в них изменить или развить. Критический взгляд на собственные навыки и мнения, ответственность за свои слова и желание услышать другого – вот те шаги к развитию коммуникативных навыков, совершенствовать которые можно в любом возрасте. Всего вам доброго! Надеемся, вам было интересно.